АРМИЯ ГОТОВА К НАСТУПЛЕНИЕ ЛИСОБРАЗНЫМ ВЗЯТЬ И УДЕРЖИВАТЬ АЗОВ И ТАГАНРОГ. А ЛЕТОМ ПЕРЕЙДЕМ В РЕШИТЕЛЬНЫЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА КРЫМ И КУБАНЬ. ЛЕТОМ ПЕРВАЯ АРМИЯ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДНЕСТР. В Молдавии 200 тысяч турецких войск у нас 50. У Турок 20 крепостей. Мы должны их взять. Это невозможная задача. Молдавское духовенство попросило о поддержке. Народ восстанет против турок. Но вы правы, государыня. Нам придется непросто. Поляки уступили туркам Подолю и Волынь. Придется часть войск перебросить сюда. Иначе турки займут Киев. Государыня, прошу направить меня в Польшу. Я абсолютно здоров и готов участвовать в сражении. Григорий Григорьевич, в Польше Суворов. Войск у него немного, но добавить не могу. Он справляется, мешать не станет. Я не могу сидеть в Петербурге. Когда другие воюют и... Господа, прошу закончить войну за два года. Ваше Величество, предстоит тяжелая работа. Разгромить миллион на османскую армию. Самый большой в мире флот. Если в тылу все будет спокойно. И армия ни в чем не будет нуждаться. Если русские полководцы превзойдут своими искусствами врага, то мы сможем одолеть турок. Самое быстрое. За пять лет. Пять лет. Это слишком много. Россия вступила в войну не с тем, чем хотелось бы, а с тем, что есть. Ваше Величество, может начать переговоры о мире? Теперь я против переговоров. Любые переговоры для России без решительной победы обернутся поражением. Ну и потом, всякие договора исполняются, пока это выгодно. Ну и пока те, кто договаривается с нами, слабей нас. Есть возражение Никите Ивановичу. Господа. Я вам доверяю. Будем воевать. Конница хана Крым-Гирея снова совершила набег на наши южные губернии. Сожгли многие сотни домов, церкви, мельницы. Угнали тысячи мужчин и женщин. Глаз мой единственный видит непоправимые потери. Арьергард крымцев нам догнать удалось. Мы не щадили себя, но Крым-Гирей ушел. Горько было после боя. Куск крови и пороха во рту. Сердце колотится от бессилия. И вдруг ваше письмо. Свет от каждого слова. И надежда. Думаю о вас, и ваш светлый образ не позволяет обычному на войне злобе и ярости завладеть душой. Вы пишете о войне. Но между строк я читаю о любви. Я вспомнила тот день, когда впервые к вам прикоснулась. Не ведаю, добру ли чувства во мне просыпаются. И боязно надеяться. И сладко. Вы не опередите меня, мой милый друг. Вы не успеете. Я первой признаюсь. Нет, Григорий Александрович, мы не юные любовники. Не будем спешить. Я ни в чем не призналась. Ну и не отговорилась. Спасибо.